Таймыр 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 северным сиянием, что я написал о нем картину. Северное сияние – это какой-то танец, какой-то танец богов. По нему сразу видно, что это не какое-то обычное природное явление, а это нечто, что завораживает. На Таймыре, говорят путешественники, завораживает культура коренных народов. Коктейли с православия, шаманизма и современного материализма для этих мест – обычное явление. Люди верят в существование потустороннего мира и поклоняются идолам. Например, вот эту статую божества зовут Кандакойка. За свою жизнь он объездил полмира. С полуострова Таймыр попал в скандинавские страны, а потом в США. И лишь несколько лет назад вернулся на свою историческую родину. Кандакойку передали делегации Соединенных Штатов Америки, ссылаясь на то, что он начал безобразничать. Ну вот он вернулся на родину. Очень часто приходит семья, трудогиных которым принадлежал этот идол, общаются с ним, разговаривают, просят помощи. То есть вот эти вот, знаете, вот духовная культура, она очень глубоко сидит в наших народах. Люди холода – прирожденные оленеводы. Эти животные для них все – и дом, и пища, и разменная монета. Например, одна такая шуба стоит, как взрослый олень. Дорого, скажут неразборчивые покупатели. На самом деле цена вполне оправдана. Ручная работа и натуральная замша. Капюшон, рукавицы пришиваются к пальто сразу. Весит такая шуба килограммов семи, и двигаться в ней очень неудобно. А вот эти наряды по уровню комфорта не уступают творениям именитых кутюрье. В таких костюмах вряд ли можно щеголять по вечной мерзлоте. Зато под зимним солнцем столицу, уверяют студенты Норильского колледжа искусств, заиграют с северными красками. Концепция сегодняшней нашей выставки – это как раз все то, что помогает уже сегодняшним художникам переосмысливать через период 20 века события, связанные с изменениями жизни людей, безусловно, с художественными течениями 20 века. Помогать сегодняшним молодым людям видеть красоту предмета, и, что очень важно, красоту в развитии. Например, первый профессиональный долганский художник Борис Молчанов создал свое произведение искусства на равдуге. Это стриженная оленья шкура. Бумагу посреди бескрайней тундры найти сложно, поэтому авангардист стал творить на привычном кочевником материале. Вдохновлялся черным квадратом Казимира Малевича. В контексте современности довольно комфортно себя чувствуют и экспонаты из 18-го столетия. Например, вот эта карта появилась в результате второй камчатской экспедиции Беринга. Это 1733-1743 годы. Здесь уже можно разглядеть очертания таймыра. Этой картой путешественники пользовались до середины 19-го века. Впервые культуру коренных народов Севера показали жителям Российской империи больше века назад. Выставки вещей таймырцев, которые этнографы привезли из своих экспедиций, состоялись в Петербурге при Николае II. Тогда и появилась мода на русский север. Сегодня изучение такого далекого и таинственного полуострова продолжается. А создатели этой экспозиции показывают, что самый северный материковый регион совсем не такой холодный, как кажется. Анастасия Шкетина, Дмитрий Головко, ТВ, Брикс.